Телефонные мошенники все чаще звонят тверичанам от лица представителей силовых ведомств. Злоумышленники вдают себя за сотрудников службы безопасности, прокуратуры, полиции и следственного комитета. Как действуют аферисты и как им противостоять? Об этом в следующем сюжете. Схема со звонками от якобы сотрудников банка уже не новая информация о том, что настоящие банковские работники никогда не просят у клиента никаких личных данных, звучит уже практически отовсюду. Поэтому схема уходит в прошлое и ей на смену приходит новая. Главное действующее лицо все тот же мнимый сотрудник банка. Но теперь ему не требуются личные данные собеседника. Задача аферистов, чтобы жертва сама перевела средства на некие безопасные счета. В ней еще существует второй персонаж, сотрудник полиции, который подтверждает, что счета находятся под угрозой и взломал человек, работающий в банке. Ставлю вас известно, что наш суббород отписывается. Вы, точнее, вы сейчас одна? Конечно же, нет. Тогда отойдите в другое место, чтобы поздравления суббора не было, лишь ответите мне. Почему? Потому что это взломная ответственность. Я вас предупреждаю информацию, которую я вам буду предоставлять. Я делаю подседки. Тогда не предоставляйте. Знаете, что я с вами не просто так связался, пополкайте у вас о здоровье. Эксперты говорят, что в заблуждение может ввести еще один новый элемент мошеннической схемы. Документы, которые параллельно присылают жертве, вернуть то, что сам же и перевел, практически нереально. И оспорить в суде такие случаи невозможно, констатируют юристы. Если ваш абонент затрудняется назвать отдел полиции его адрес, а тем более уклоняется от непосредственной встречи, в таком случае можно быть уверенным, что с вами разговаривает мошенник. Столкнувшись с такой схемой обмана, необходимо сразу же прекратить разговор. Следует помнить, что сотрудники органов внутренних дел совершают звонки гражданам в очень редких случаях. Оперативные и следственные действия с гражданами по телефону не проводятся. Тверская полиция советует не совершать никаких финансовых операций по инструкциям незнакомцев, не сообщать полные реквизиты банковских карт, коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. По словам экспертов, спасти от телефонных мошенников может только одно – немедленное завершение разговора. Чем дольше вы с ними говорите, тем сильнее им верите. При этом перезванивать следует не на тот же номер, а на тот, что указан на обратной стороне вашей банковской карты. Продолжение следует...